позволяет вам лечь каждого сетевого жителя в полной мере в цифровую экономику. Представьте, то есть достаточно представить, что более 13 миллионов сетевых жителей в нашей стране практически отогваны от интернет-сервисов. И большая часть этих людей является в том числе сельскохозпроизводителями. И достаточно, ну, какой может дать эффект экономически и социально, если мы предложим комплексное внедрение цифровизации на сетях территориях именно. И такая цифровизация, в частности, наша экосистема сегодня решает две большие проблемы на селе. Это сеть Кэритейн. Более одного миллиона человек в нашей стране имеют доступ к статанатным объектам торговли на селе. То есть там есть магазины, ограниченный ассортимент, высокие цены. То есть низкий уровень доступности, там они уступят в принципе на селе есть. А вторая проблема – это маленькие сельскохозпроизводители сельские, им тяжело продавать свои продукты, в то время как они приводят более половины всей агропродукции в нашей стране. И как же вовлечь сельских жителей в цифровую экономику? Как дать им доступ к огромному миру электронной коммерции? Цифровая деревня объединяет элементы сельской среды в единый пользовательский интерфейс, через который каждый сельский житель может начать легко покупать ранее недоступные товары и продавать онлайн, но и не только. То есть в такую сельскую среду входят автолавки, например, сельские магазины, сельские советы, почтальоны или даже культурные мероприятия. И все элементы взаимосвязаны друг с другом и имеют определенный функционал. Давайте рассмотрим на примере. Вот мы уже внедрили пилота в 13 селках Славонского района, Республики Татарстан. И как же это происходит? То есть важным элементом такой среды является представитель проекта. Кто это такой? Это сельский житель, которого мы находим. У него есть компьютер, обучаем его пользоваться платформой, а он уже помогает англ-сельчанам пользоваться, собственно говоря, платформой. Такой сельский житель является не только очередным интерфейсом, так скажем, взаимодействием с платформой, он также является точкой доверия и логистическим узлом. Он является пунктом выдачи товаров и пунктом приема фермерских продукций для дальнейшей транспортировки, например, в города. Но это только часть цепочки. Когда сельский житель делает заказы, делает онлайн-покупки через представителя или самостоятельно, мы используем полученную информацию далее. И уже почтальоны могут не просто помогать делать заказы, а раздают персонализированные листовки с предложениями вместе с газетами в каждый дом. Такая персонализация отдает значительно легче в себе, чем в городе, потому что в каждом элементе сельской среды является узлом не только получения заявок или заявок на покупку или продажу, а также является узлом сбора данных о клиентах. То есть мы персонализируем обслуживание. Для доставки товаров в село и из села, самая барная логистика, каждый сельский житель с автомобиля может принять заказ на перевозку через SMS. Ну, зарабатываем как Uber, эта модель довольно-таки известна. Но стоит отметить, что мировой тренд таком, что традиционная икорротная торговля, она смещается в сторону новой розничной торговли, которая представляет из себя смесь опыта онлайн-платформ, традиционных магазинов, умной логистики и данных в рамках одной экосистемы. И поэтому сегодня мы предлагаем Multifox. Это полностью автоматизированный и автономный сельский магазин без продавца, который работает на принципах совместной экономики. Такой магазин адаптирован под село, и поэтому также включает в себя умный склад для фермеров. Мы используем собственные расработки технологии искусственного интеллекта, солнечной батареи, и такой Multifox интегрированный с остальной экосистемой проекта. Мы уже запустили ранний пилот в селе Яшкачево-Сокогорского района. Там не нужен персонал, продавцы, а это более 20% всех из девушек сельского магазина. Он не требует навыков, мобильных приложений у сельских жителей. Достаточно просто выйти в торговый зал, взять нужные товары и пройти на выход. Все. И при этом теплотоке позволяет избежать полностью крашу. Вот сам определенной вероятности. Multifox живет сам по себе, анализирует спрос и, соответственно, делает заказ в выполнении остатков. Такое решение может дать жителям более 20 тысяч сел делать покупки в своих селах и продавать свои товары. И смотрим Multifox как кроссдокер. Соответственно, мы являемся также центральным проектом и готовы возвращать торговую наценку сельскому жителю, если он продает онлайн. О чем я говорю? Если сельский житель заказал товары на платформе на 10 тысяч рублей, затем продал товары на 10 тысяч рублей, мы вот отплатим полторы тысячи рублей, это да, торговая на церковь, когда сельский житель покупал. И это дает ему люфт для работы с оптовиками. Это очень важно. Соответственно говоря, у нас большая команда, мы в этом году собираемся подключать более 50 осел к эфосистеме, добились среднего черта в 1200 рублей. И, собственно говоря, мы, по сути, ценностопредложение наше в том, что мы обладаем самыми актуальными данными о товарах сельхозпроизводителей в каждом селе. И следующим нашим этапом, так как мы выстроили логистику, и следующим нашим этапом является организовать его сбыт в городе через автоматизированный обмен данными по товарам. И тут, конечно, вступает важный урок, который витает акропарки, то есть в том числе рестораны, кафе. И вот про акропарки я передаю слово, собственно, коллеге, который расскажет. Ну, как они цифровизируют. Спасибо большое, что я представлю. Шакивзианов Данил Алифбертович, цифровой акропарк. Динар. Динар. Здравствуйте, меня зовут Виктор Иванович. Динар. Да, мы представляем проект цифровой акропарк. Это как раз та информация, которая закладывается изначально в цифровую деревню, и в каких непосредственных источниках. Эта информация переходит с конструкции, с познания, сразу с ответственность к нам. Для чего мы называем цифровой акропарк? Наверное, для того, чтобы, первое, качество, приемка товара, петербург, обследование товара и передача, соответственно, продукции какая-то сумма за хранили стока, за переработу стока, за доставку, соответственно, стока. Соответственно, даем также потребителю возможность получать идентифицированную продукцию. Мы просто занимаемся пока на идентификации скота, через чипирование скота. Сейчас мы совместно с партнерами будем уже идентифицировать овощи в виде оцифровки самого фермера благодаря цифровой деревне. То есть у нас здесь в рамках кооперации, получается, мы кооперируем все несколько проектов, и вот в рамках миссинг-кодзе, службы цифровой трансформации, мы вот это все планируем объединить и дать первый такой пилотный продукт на базе вот Татарстана. Соответственно, цифровой агропарк, сегодня агропарк, только в Татарстане до 2020 года, 17 агропарков будет, в каждом таком более-менее более 300 тысяч человек в районе. Соответственно, по российски, по месту, 200 агропарков будет строиться в ближайшем будущем. Это поможет местным фермерам, соответственно, сбывать свою продукцию, не выходя на сети, не выходя на ритейл, где очень большие входные, где очень большие требования, объемы и так далее. Ну, благодаря тому, что потребитель покушал и стал доволен, он может, конечно, прият, если может, а, слайд же у меня, что-то я... да, это вот, по цифровому агропарку, то есть увеличение розничных ворота в продаж, где-то на 25 процентов увеличится. Соответственно, мы в едином окне, о котором, я говорю, Бедри Инатьевич, мы создадим участие в стограмах поддержки, если просто производить, в том числе, ну и, соответственно, это неэффициентная продукция со своей происхождения. Соответственно, после того, как продажа прошла, типа, ну, фермеры, необходимо включение инвестиций, то, что с вами говорили, это как-нибудь поддержки, тоже и так далее. Это наш второй проект, который мы пытаемся реализовать, в принципе, уже сегодня, скажем так, подготовили такую виблию версию, это блокчейн. То есть, это продукт продуктовой биржи, где пока на базе журнодоводства, на базе чипирования мы оцениваем создаваем цифровый продуктовый актив. Ну, либо, как по закону, это право. Сейчас мы скоперировались и заключили договор с блокчейн по формаме, который нам предоставил именно цифровый продуктовый актив в виде xDial. То есть, у нас чипируется скот, мы заводим в систему, эмиссируется криптовалюта xDial и выставляется это уже на критобиржи. Для того, почему здесь блокчейн? Блокчейн, в принципе, это же смарт-контракты, мы понимаем, но смарт-контракт это все сложно, ну, как бы, на сегодняшний день это дорого, это сегодня, скажем так, еще мало специалистов. Из этого мы немножко пошли в поле с узелей и сделали мемозапись в блокчейн. То есть, например, цифровой след, мы в блокчейне оставляем именно мемозапись, договор, это часть всего программа между, например, инфарканцией аграру, например, кооперативом и главой КФХ. Это запись в блокчейн, соответственно, показывает иностранному инвестору возможность раскрыть этот документ, познакомиться, что ли? Мы знаем, может быть, как-то дальше, а еще какие-то есть заложенные возможности? мемозаписи. А пока мы по мемозаписям идем, сейчас заинтересованы со стороны Кореи, со стороны Китая, заинтересованы им этого хватает, скажем так. Смарт-контракты в любом случае это следующий шаг, потому что по смарт-контрактам здесь есть очень много всяких подгонных условий и так далее. Здесь работаем это не вопрос по смарт-контрактам, но здесь и сейчас мы можем уже привлекать инвестиции, скажем так, зарубежные и вкладывать их в сельское хозяйство. Соответственно, мы закрываем две поля, основные основные это продажа своей продукции фермеровой и привлечение инвестиций. Третий поле, который мы закрываем в оптимизации нового вложения, но это в рамках кооперации и в рамках сейчас у нас здесь тоже пола проходит это самозанятые. Сегодня очень много в принципе это регистрируется как самозанятые и вот мы именно полу сельского хозяйства именно в Татарстане, потому что он так идет как пилот. Мы здесь реализуемся с Митериклоном, с экономическим обществом в Татарстане. То есть работа очень глобальная, мощная. Большое спасибо. Уважаемые друзья, время нашей конференции стихового. Если есть у кого желание выступить, я конечно не заставлю эту возможность. Кто хочет сказать вопросы какие-то есть уже друзья. Если вопросов нет, тогда мы завершаем нашу конференцию. И в заключение хотел бы сказать, что друзья, конечно же, можно продолжать, потому что дискуссию цифровизации это не только про облечение прямого производства, решение каких-то задач, которые связаны с наращиванием экспортной выручки, решение каких-то задач, которые поставил президент, но это и улучшение качества жизни на себе в том числе. Поэтому цифровизация на мой взгляд это очень важная и нужная история, которая должна в свою очередь привести к тому, чтобы вы понимали ее основу и понимали, куда будет двигаться развитие цифровизации. Я сегодня в заключении, помимо того, что мы сегодня обсудили, я хотел бы, в том числе и Владимира Борисовича, спасибо вам, вы почерпнули здесь много сегодня в итоге молодых людей, я хотел бы всех акцентировать на сайт Ассоциации Интернета Мещей, которая на грант президента Российской Редерации провела работу и собрала представителей, которые попытались донести в разрезе отраслей понимание, что есть сейчас цифровизация, что такие молодые люди и те, кто уже вновь оминансидинами знали, куда движется, что такое цифровизация. Вот я как раз таки здесь на презентации вы видите сайт Ассоциации Интернета Мещей, который возглавляет Холесникова Андрея Владимировича, вот эта работа и труд важный и нужный на мой взгляд проведена, вот открывая первая как раз таки презентация на Комнин, Комнин Андрей Владимирович это руководитель АНО цифровая экономика, представитель Александра Глорова здесь сегодня присутствует, я хотел бы всех с этим ресурсом познакомить, обращайтесь, смотрите, знакомьтесь с тем, что есть цифровизация, что есть цифровизация в сельском хозяйстве, там есть лекция лекция по промышленности и там есть как раз таки примеры цифровизированного предприятия группы компаний Черкисовая, где идет описание без вообще завода, без участия человека, идет закупка сырья, его подготовка библифакшена на предприятия, распасовка, сушка и отправка магазин, все это идет в электронных без заведенческого участия, да, это вот такие технологии нас ждут впереди, но мы должны не забывать, где будет работа наше высвободившую инстаграм, поэтому мы над этим думаем, мы радуемся цифровизации, но и не забываем те сложности, которые она несет, поэтому, друзья, будьте в курсе, знайте, что такое цифровизация, спасибо, что вы нашли в библии и пришли сегодня на нашем открытии. Спасибо. Спасибо.